Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. У преподобного Максима Исповедника есть замечательная фраза, которую даже в нашей передаче мы не раз вспоминали, что тот, кто неверно исповедует, тот неверно молится, неправильно молится, неправильно славит. И как кажется только лишь, что как верить все равно, Бог в душе, ну и прочие пустые глаголы, как что называется. А главное, что я молюсь, главное, что я обращаюсь. Но вопрос, правильно ли мы молимся. Этот вопрос мы подняли еще в прошлый наш понедельник, в прошлой нашей передаче. Не еретики ли мы, будучи православными? Говорим об этом с нашим гостем, с отцом Дионисием Кузнецовым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! В прошлый понедельник мы поговорили о ереси как таковой, как о явлении, проследили, ну так, вскользь, широкими мазками генезис еретических воззрений. И обычно, когда, скажем, где-нибудь в церкви, там, не знаю, вот праздник святителя Николая был недавно, говоришь в проповеди о нем и вспоминаешь о еретике, у людей, которые стоят в храме, рисуется образ еретика с такими рогами, с копытами, с хвостом, что это какой-то упырь страшный, невероятный, что это вообще враг церкви, что он засланный казачок, что это вообще, как бы, дьяволом наущенный человек. Но, когда начинаешь говорить, что, например, Несторий был священного сана носителем, да, когда начинаешь говорить о том, что, вообще-то, все еретики, по крайней мере, эпохи семи вселенских соборов, в той или иной степени были деятельными, инициативными членами церкви, священнослужителями. Они были и епископы, и богословы, и так далее. То есть это те люди, которые были неравнодушными к пониманию Христа и его природы, его взаимодействия с церковью, и так далее, с людьми. То есть эти отношения Бога и человека были, находились, как бы, в сфере интересов этих людей. То есть это были плоть от плоти христианская церковь. Вот это разрывает, значит, шаблон у людей, и у людей как-то некий недоуменный вопрос повисает. Так, получается, значит, еретики были нашинскими, ну, то есть христианскими и так далее. И вот встает вопрос, если мы сейчас, мы договорились сегодня говорить, простите за давтологию, что, как бы, поближе, да, к современным реалиям, как человеку, например, отличить, еретик он или не еретик, как вообще человеку понять, заблуждается он или не заблуждается, соответственно, как это отражается на его духовной жизни. Вот прежде чем к этим вопросам перейти, это такой массив вопросов, были ли святые отцы, некоторые из святых отцов, которые либо исповедовали ересь, либо, может быть, лояльно относились к еретикам, мы знаем, некоторые споры были между святыми отцами, и эти споры были, мягко говоря, такими жаркими, вот, вплоть до обвинения в ересе друг друга. И вот как это все уживается в пространстве святоотеческой, такой вот святоотеческого флера, которым, как бы, обнесены имена святых людей? Святые отцы, которые мы, как церковь, почитаем, которые канонизированы, во время жизни своей, конечно же, не считали себя достойными такой канонизации. Может быть, если бы им сообщили, что они будут канонизированы, они, наверное, может быть, поступали бы иначе, и о многом бы умолчали. Но, слава Богу, они оставили сокровища своих мыслей для нас, для последующих поколений христиан, и мы можем, опираясь не только на сами эти мысли, но и на методы дискуссии, понять, что и для нас возможно формулирование, пока мы еще не совершенны, формулирование и проговаривание важнейших в христианской жизни понятий. И поэтому первый такой спор, зафиксированный даже в Священном Писании, это спор между апостолом Павлом и апостолом Петром. Конечно же, христиане помнят, что апостол Петр был инициатором, одним из инициаторов апостольского собора по вопросу о том, как принимать христиан из язычников. И хотя он сам был свидетелем чуда Божия, в котором недосмысленно было показано, что Бог принимает не только тех верующих, которые исповедовали веру в единого Бога с малых лет, но и те, кто пришли от языческих заблуждений к вере в единого истинного Бога и стали христианами. Тем не менее, сила традиции была такова, что апостол Петр после решений апостольского собора сам в некоторых ситуациях поступал двусмысленно, когда не садился за стол с братьями-христианами, если они не принадлежали ранее к иудаизму, как и он, и другие апостолы. И делал он это не столько по собственной воле, сколько, наверное, боясь показаться недостаточно ортодоксальным для христиан из иудаизма, которые, может быть, не входили в число апостолов из XII, но были значимыми членами христианской общины, ортодоксами в том древнем, еще иудейском смысле. И действительно, исполнение заповедей закона Моисея было обязательным. И хотя на соборе апостол Петр сказал, что мы сами не могли эти бремена носить, и не нужно возлагать их на новоначальных, то в присутствии ортодоксальных братьев он не решался исполнять это на деле, то, что сам декларировал. И вот за это лицемерие, в буквальном смысле, его апостол Павел справедливо упрекал. Хотя Павла нельзя назвать модернистом ни в коем случае. Он сам был фарисеем, учеником фарисея, в отличие от того же Петра, которого был рыбаком. Но при этом Павел глубоко воспринял вот эту идею всеобщности христианской веры, что она действительно для всех. И хотя он был патриотом своего народа, тем не менее в нем жажда жизни по Богу и жажда проповеди всеобщего спасения для каждого человека, то есть не только для члена иудейского народа, но и для любого услышавшего, воспринявшего истину, как сам он ее воспринял на пути в Дамаск, для него была очень важна. И поэтому это был первый такой спор между теми, кого мы почитаем как святых, апостол Петр и апостол Павел. И в дальнейшем споры между отцами церкви не прекращались. Не прекращались потому, что с каждой спорящей стороны было действительно желание прояснить свой путь к Богу и помочь на этом пути другим людям. Я прошу прощения, выступлю в роли такого провокатора, потому что, готовясь к сегодняшней нашей передаче, я слушал аргументы какие-то, смотрел, читал аргументы, не только, понятно, пастырей, священников и так далее. Были и определенные такие аргументы атеистов, и они, в частности, говорят, ну вот смотрите, как кусаются друг с другом святые отцы, вот как они прям сталкиваются, где же здесь христианское миролюбие, где здесь исполнение евангельской заповеди о любви, когда один называет другого чуть ли не исчадием ада за то, что тот так-то или так-то говорит или исповедует. Кирилл Иерусалимский, святитель Кирилл Иерусалимский, говорит об Иоанне Златоусте, если Иоанн святой, то кто же тогда все мы и так далее. То есть идет, Иоанн Лествичник ругает Евагрия Понтийского. Это вот люди просто, ну как бы вот читают историю церкви, открывают для себя либо учебники, либо художественные какие-то тексты, и вдруг это все перед ним предстоит. Как же вот мы ответим на вопрос, почему это происходит? Почему происходит? Почему одно дело разномыслия между вами должно быть? Должны быть дискуссии, диспуты, чтобы определились из вас искусные и опытные, но зачем переход на личности? Переход на личности действительно это печально, очень в жизни христианской церкви, и это как раз показывает то, что церковь исповедует святыми тех людей, которые не родились святыми. Для меня, как священнослужитель, очень печально, когда христиане говорят про кого-то из святых, но они же родились такими. Вот Сергий Радонежский, он еще в утробе матери заявил о том, что он святой. Хотя такого, конечно же, не было. То есть, некие чудесные явления, сопутствующие рождению преподобного Сергия, не говорят о том, что он был безгрешен с рождения. И поэтому как раз драгоценно для церкви, когда мы видим не выхолощенное жизнеописание подвижников, а их всю жизнь, в том числе в несовершенных ее проявлениях. Мы не должны канонизировать эти проявления. Нельзя говорить, что раз святитель Николай ударил арией, нам нужно тоже с еретиками драться, буквально в смысле, кулаками. Потому что, встав на этот путь, можно дойти до казни еретиков. А церковь, слава Богу, хоть и болела этим, но, слава Богу, от этого отошла. Казни за инакомыслие – это одно из самых жутких искажений в истории церкви. И поэтому для нас драгоценно описание настоящей жизни христианских подвижников именно то, что, несмотря на их несовершенство, они, в конце концов, достигли святости жизни. То есть, не благодаря своим вот этим ужасным выражениям негодования «они святые», а вопреки им. И вот получается так, что, когда мы открываем для себя учебник по истории церкви и смотрим на жизнь святых отцов, мы разделяем для себя. Как в жизни апостола Петра, никто не канонизирует его лицемерие. Что вот он сначала говорил одно, а потом поступал иначе. Никто из христиан не будет говорить, что все слова и поступки апостола Петра святы. Нет. Есть поступки греховные, безусловно, ошибочные. То есть, и поэтому мы подражаем, как говорил составитель великого покаянного канона Андрей Критский, доброму, а не злому из жизни святых отцов и тех, кого церковь чтит. И поэтому мы учимся у них доброму. Грубо говоря, учимся на их ошибках. Это же разумный подход. Не повторять ошибок своих предшественников, а учитывать их и не допускать того, что они делали неосмотрительно. И поэтому, конечно же, печально и удивительно, когда читаешь жизнеописание тех, тех, кто ругался между собой и зная, что они святы. Но это же описание позволяет нам, прежде всего христианам, понять, насколько опасно мы в опасном состоянии можем находиться. Если те, кого мы признаем святыми, не всегда могли поступать свято, значит, и нам нужно быть внимательным для того, чтобы в спорах, в обсуждении, на уровне прихода или на общецерковном уровне не скатываться в то, что повредит нашей встрече с Богом. Потому что Христос оставил нам новую заповедь — любить друг друга. И эта любовь должна быть деятельной. Мы не должны любить грех в ближнем, но должны любить ближнего вопреки его грехам. И вот учиться этому, собственно, мы можем, в том числе, изучая опыт святых отцов. Ну и еще один провокационный вопрос, хотя это, может быть, не то, о чем я заявил в самом начале передачи, что мы будем это обсуждать. Просто вот сейчас опять же говорим и вспомнился. По-моему, в передаче «Не верю» я где-то там как бы происходит диалог между верующим и неверующим. И неверующий, в частности, оппонент говорит о том, что пирамидальность иерархии церкви само по себе порождает ереси. Потому что, значит, паства лежит в основании этой пирамиды, и те, кого мы называем иерархи, дерутся за эту паству. А для того, чтобы себе отхватить по паству побольше, нужно объявить человека еретику. Ну, то есть, вот, знаете, сказать, это еретик. Батюшка с того прихода еретик, к нему не ходи. И как бы оттягивает. Вот есть ли правомощность в таком суждении? Что мы могли бы ответить такому человеку? С его такой смешной, наивной аргументацией. Она, на самом деле, имеет с собой основание тогда, когда, скажем, вопросы власти в церкви, они действительно, к сожалению, имеют значение. Потому что, скажем так, положение священнослужителей, чем оно выше, тем выше соблазн, искушение воспользоваться властью не в духовном смысле. Потому что Христос оставил заповедь, как пользоваться властью. Кто хочет быть из вас первым, то будет всем слуга. И это сложно воплощать. Как христианам сложно воплощать заповеди Божии. Мирянам сложно. Точно так же и иерархам сложно. Бывает, подавить искушение властью, если оно есть. Это касается, кстати, не только иерархов. Просто у иерархов это проявляется сильнее просто потому, что они на виду. Да, кстати, да. Потому что среди рядовых прихожан ведь тоже есть это вот деление. Современные приходы, они какие-то очень непроницаемые. Как будто бы мы не братья и не сестры во Христе. Вот есть, условно говоря, там какие-нибудь татьянинцы, есть серафимовцы. То есть, как бы, вот, типа с какого прихода? А, ты не с нашего прихода, значит, ты вот там чужой. И дальше тоже, опять же, чтобы почему-то похвалить свое, нужно обязательно поругать чужое. Вот, и, ну, если еретиками не называют, то, ну, уж, по крайней мере, в каких-то грехах обвинят точно. Действительно, это, скажем так, в нас биологическое потребность принадлежать какой-то группе. Да? Когда Христос обращается к своим ученикам и говорит им странные слова, если тебя, там, твой глаз искушает, вырви и брось его от себя. Если твоя рука искушает тебя, отруби ее и брось от себя. Он указывает нам на то, что мы воюем собственной природой. Как говорят нам вполне светские ученые, биологи, мы существа социальные, и нам важно принадлежать какой-либо группе. И вот эта принадлежность к группе, она выражается в том, что те, кто не свои, их нужно обязательно задавить. Но Христос нас предупреждает, что с этим нужно, это нужно в себе преодолевать. Это часть нашего естества, это у нас в крови, но христианин призван господствовать над вот этими естественными проявлениями. Естественными не значит добрыми, не значит хорошими. И вот это стремление поделить все вокруг себя на своих и чужих, оно, с одной стороны, в нас проявляется с детского возраста, против кого мы дружим, с кем мы дружим. И иногда у человека действительно есть потребность, это у маленьких детей в детском саду, в многодетных семьях родители могут видеть, как дети группируются друг против друга, не друг с другом даже, а важно человеку все время хранить границы своего, свои группы, своего социума. Биологи объясняют нам, что это позволило человеческим отдельным сообществом выжить когда-то в первобытном мире. Что именно оберегание своей группы, своей стаи, оно позволило выжить не самому сильному существу на планете и подчинить эту планету себе. Но если христианин будет жить с тайными принципами, то тогда он рискует не найти Бога. Это вообще опасность ереси именно в этом, когда говорят, ну что такого, да, вот, если я исповедую ересь, ну, скажем так, человек вряд ли скажет, что он исповедует ересь, но скажет, если я не совсем так верю, как сформулировано в символе веры, если я верю во что-то, что церковь отвергла, я же молюсь Богу, я хожу в храм, я стараюсь исполнять заповеди Божии, а если я верю несколько иначе, ну, что в этом такого, если это не мешает мне жить? В том-то и дело, что и теория в церкви догматы, и практика жизни, она нужна только для одного, чтобы человек смог встретить Бога. Вот то, о чем вы упомянули в начале, когда человек говорит, Бог у меня в душе. Это было бы замечательно, если у каждого, кто так говорит, был действительно Бог в душе. Потому что если Бог в душе, ты не можешь лгать, ты не будешь судить другого, ты не будешь причинять того зла, которого не хочешь себе, и любишь другого, как самого себя. Действительно, есть любовь в твоей душе. Но, к сожалению, не у всякого, кто так говорит, есть такое состояние. Далеко не у всех. И вот как раз, чтобы действительно Царство Божие было внутри нас, мы и убираем все то, что мешает. А мешает нам, во-первых, неправомыслие. То есть тогда, когда мы судим о Боге, мыслим о Боге, не так, как Он сам себя открыл нам. Вот что важно. Когда человек говорит, я не соглашаюсь с Церковью, он в своем сознании может говорить, что я не соглашаюсь вот с каким-то количеством иерархов или святых отцов. Я с ними не соглашаюсь, это люди, Бог же меня за это не осудит. Но в том-то и дело, что догматы сформулированы, опираясь на откровение Божие. И поэтому, если человек говорит, я с чем-то из догматов не согласен, то тогда он отказывает себе в правильном пути. Как сказал один из историков в церкви, догматы — это не тюремные стены, это указатели на пути к Богу. И это важно. То есть если ты пренебрегаешь каким-то из указателей, ты по этому пути не пройдешь и не встретишь Бога. Вот хорошо, что мы подошли. Правда, уже и сегодняшняя передача близится к концу. Но у нас есть еще следующая встреча. Мы обязательно этот разговор продолжим. А вот как бы хотелось бы сегодня начать, так скажем, разговор. В своей священнической практике вы общаетесь с людьми, ну, так же, как и я, естественно. Но интересно, ну, например, человек приходит креститься. То есть он сейчас, уже сколько лет этой практики у нас, возобновленной, лет семь-восемь, чтобы мы готовили людей к крещению, беседы проводили либо с ними, либо с крестными. С ними это, если крестится взрослый человек. И выясняем какие-то очень важные вещи, мотивации, там, интенции внутренние, да, почему человек вдруг решил стать христианином или почему он решил крестить своего ребенка. И вот здесь как раз открывается такое поле... Для обвинения в ересе? Да. Ну, то есть, по крайней мере, мы говорим, вот это заблуждение, вот это заблуждение. С чем сталкиваетесь в священнической практике? Ну, то есть, вот, мы сказали, что ересь продолжается, она длится во времени. Встречаются ли арианские нотки, встречаются ли нестарианские нотки, встречаются ли монофизитские нотки? И в чем, в каких конкретных словах, суждениях современных христиан это может проявляться? Безусловно, скажем так, христиане, особенно те, кто христианин по факту крещения, но не по тому, не по тем знаниям, которые он нашел в опыте благопознания, изучил, прежде всего, святых отцов. Встречаются немало людей, которые неправо мыслят о Боге. Это проявляется, вы правильно сказали, и на подготовительных беседах к крещению, хотя эти беседы чаще всего сводятся к информированию. Священники заранее предполагают, что человек может не знать базовых вещей, и поэтому информируют человека. Хорошо, если есть время спросить, узнать обратную реакцию, как человек это понял, как воспринял, согласен он или не согласен с тем, что услышал, и что он думает сейчас об этом. Но чаще всего это проявляется тогда, когда человек разговаривает со священником о своих близких. Вот как мне их привести к Богу? Это с воцерковленными людьми проявляется. И чаще всего привести к Богу сводится к формальной стороне. То есть вот мои дети или мои внуки не ходят в храм, надо, чтобы они ходили. А как они будут верить, человек себе такой вопрос не задает, потому что себе такой вопрос не задает. Чаще всего наша распространенная в церкви ересь, это ересь незнания. Отсутствие интереса к богопознанию. И из-за этого проистекает, конечно же, когда те же, например, неверующие хотят спровоцировать простых мирян церковных и задают им на выходе из храма вопросы, например, с микрофоном о каких-то вещах, сколько природ во Христе. То есть они знают, что у христиан были споры на этот счет. Исходит ли Святой Дух от Отца и от Сына. И задают такие вопросы. И миряне действительно чаще всего отвечают неверно. Плывут. Да, плывут, просто потому, что чаще всего этими вопросами не задаются для себя. Эти вопросы не важны. То есть мы поем символ веры, но не вдумываемся в него. И поэтому действительно из заблуждений, которые свойственны христианам, чаще всего те, которые происходят от незнания. Но есть некоторые, которые опираются на то, что святые отцы называют привычным язычеством. То есть тогда, когда человек верит в то, что Бог способен на зло. То есть вот этот дуализм, свойственный древнему манихейству, он в сознании многих церковных людей до сих пор не изжит. То есть когда мы рассуждаем о Боге, каков он, это проявляется в осознании своей жизни, в своих поступках по отношению к Богу. И человек говорит, я заслужил то, что Бог меня наказал вот такой злой болезнью. Но говорить о том, что Бог посылает болезнь человеку, это утверждать тем самым, что в Боге есть некое зло, что он желает отомстить. Бог говорит, он единственный, кто имеет право отомстить. Но пользуется ли Бог этим правом? Нет, Христос говорил, я пришел не судить этот мир, но спасти этот мир. Он имеет право судить, но пришел нас спасать. И получается, что Бог не является источником зла. Но в жизни и в рассуждениях многих христиан, воцерковленных прежде всего, очень часто в своих взаимоотношениях с Богом есть описание того, что Бог посылает страдания. Или посылает искушения. Хотя апостол Иаков, например, говорит, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но послание апостола Иакова редко входит в круг чтения христиан, и поэтому человек редко размышляет над этим. А если читает, то обычно пропускает эти слова, не задумываясь над ним. И получается, что вот это вот устремление христиан к тому, чтобы обозначить Бога как карающего судью, оно с древних времен дожило до нашего времени, потому что так проще. Почему вообще святые отцы говорят, что языческое восприятие Бога снова и снова возвращается в сознание христиан, потому что язычникам быть проще. Язычник не задается нравственными категориями чаще всего. Что хорошо, что то хорошо, что мне хорошо. Если у меня корову украли, это плохо. Если я корову у кого-то увел, это хорошо. Вот. Точно так же древний язычник воспринимал отношения с Богом. Тот Бог, который мне помогает, добрый, неважно, как он выглядит, что он с другими делает, со мной поступает хорошо, это добрый дух по отношению ко мне. И вот точно так же люди пытаются договориться очень часто с Богом. Даже если человек не формулирует это вслух, что Бог посылает зло и нужно его как-то умилостивить, он это чаще всего своими поступками. Нужно прочитать что-то, какие-то молитвы, акафисты, каноны, чтобы Бога склонить на свою сторону. Он сейчас ко мне строг, меня, может быть, не слышит, а вот если я выполню правила определенные, для невоцерковленных людей поучаствую в обрядах. Вот я вообще обычно на исповедь, на причастие не хожу, а тут схожу, выполню вот это вот странное, трудное, неинтересное мне и таким образом куплю. Да. Привлеку Бога на свою сторону. И вот это отношение к Богу, оно действительно отдает дуализмам до воззрениям, прежде всего, свойственным, скажем так, нехристианским верованием. И поэтому здесь его сложно назвать еретическим. Но в то же время это в полном, в настоящем смысле ересь, потому что оно искажает само учение о Боге, приписывая ему те качества, которых в нем нет, которых он сам в себе не открывал. Отец Зионисий, прекрасно, что мы начали эту тему и на ней ставим многоточие. В следующий понедельник мы именно с этого сразу же и начнем. за сегодняшний эфир я сердечно вас благодарю. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Смотрите нас в следующий понедельник. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин